Приемная кампания в Казанском федеральном университете продолжается. На сегодняшний день более 500 абитуриентов подали заявление в высшее учебное заведение как в очном, так и в онлайн формате. По-прежнему ежегодно продолжает действовать стипендия ректора 100-бальник. Ребята, которые получили 100 баллов на ЕГЭ, либо стали призерами или победителями перечневых олимпиад, либо стали победителями и призерами олимпиад Министерства образования, так называемых олимпиад предметных, имеют право на стипендию ректора. Это 100 тысяч, если они зачислены без вступительных испытаний, и 80 тысяч, если они получили 100 баллов по ЕГЭ, либо использовали свою олимпиаду как доначисление до наивысшего балла. В этом году в Елавовском институте Казанского федерального университета есть более 500 бюджетных мест. Абитуриентам доступно более 70 образовательных программ на уровнях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Открыли очень классное направление подготовки – это мехатроника робототехника. Причем открыли на очно-заочной форме обучения, что дает ребятам возможность и обучаться, и сразу пробовать свои новые знания на практике, есть возможность работать в свободное от учебы время. В этом году в процесс подачи заявления были внесены некоторые изменения. Поэтому в Елавовском институте открыт центр, в котором специалисты приемной комиссии помогают правильно оформить документы. По давней традиции в Елавовском институте принято награждать первого абитуриента памятным подарком. В этот раз в подарок достался выпускнице Елавовского колледжа культуры и искусств Ренате Лонго. Мне сказали, что здесь есть направление декоративно-прикладного искусства, то есть дизайн. И я такая подумала сразу, почему бы не поступить. Вот уже как год готовлюсь, очень активно, и надеюсь, что в этом году моя мечта сбудется, и я наконец-то поступлю в Елавовский институт Казанского федерального университета. Напомним, что с прошлого года в Елавовском институте КФУ функционирует и колледж. Абитуриентам доступны такие направления, как педагогика, юриспруденция, экономика, логистика и информатика. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс.